У Гомельской области в этом году изменился статус ряда чернобыльских территорий. Из зоны радиационного загрязнения выведены 64 населенных пункта, самый крупный из которых это город Речица. Дмитрий Михайлович, поясните, пожалуйста, почему было принято такое решение? Значит, в соответствии с законом о правом режиме территории, населенные пункты на территории не только Гомельской области, но и Беларуси, зонируются по соответствии с постановлением Совета Министров. Это зонирование проходит не реже раз в 5 лет. Основными критериями, которые попадают в населенные пункты в этот перечень, это плотность загрязнения почв родинуклидами и среднегодовая эффективная доза облучения населения. Значит, этой работой у нас занимается Министерство здравоохранения по эффективной дозе облучения населения и, соответственно, измерение по плотности загрязнения почвы занимается у нас Белгидромет. Вот, он проводит свою работу, берет пробы на территории тех населенных пунктов, которые зонируются, соответственно, определяется средний показатель, и в соответствии с этим показателем тот или иной населенный пункт попадает в ту или иную зону. Более подробно это прописано в законе о правом режиме территории, это можно почитать, как бы и будет более понятно и более конкретно расписан этот вопрос. Так как у нас основные элементы, которые доза образующая при определении зонирования территории, это Цезий-137, Стронсий-90 и Плутоний-238, 235, 240. Я думаю, что многим известно еще, наверное, с уроков физики, период полураспада атомных элементов по Цезию-Стронсий составляет примерно 30 лет. Поэтому с течением времени, конечно же, плотность загрязнения и доза облучения населения уменьшается. Поэтому со временем, конечно, населенные пункты двигаются с одной зоны, более грязной, в более чистую зону. Ну, так, для примера я скажу, что уже семь постановлений вышло в свое время. В 90-х годах у нас вышли в чистую зону были в зоне 1.5, как город Гомель. Вышел, значит, Светлогорск, Житковичи. В 2002 году у нас вышел Калинковичи. В 2005 году у нас вышли Жлобин, Аргачев. Предпоследним постановлением у нас вышел Мозырь. И вот в этом году у нас вышла Речица. Это из крупных городов. Вообще у нас 1133 населенных пунктов, которые являются загрязненными населенными пунктами. Последним постановлением к этому постановлению этого года, то есть с 2015 по 2021 год, у нас вышли 84 населенных пункта. Из них 19 нежилых, и, как вы правильно сказали, 64 у нас жилых населенных пункта вышли в чистую зону. Ну вот один из крупных, это вот город Речица. Во всех этих населенных пунктах регулярно проводятся замеры по вредным факторам, которые вы перечислили, и уже исходя из среднегодовых значений произносится соотнесение. Причем происходит это один раз в 5 лет. Это работа, то есть постоянно Гидромет занимается этой работой. В этом году мы попросились даже к ним, в принципе, они без нас должны эту работу проводить, но мы попросили провести обследование с нашим участием, чтобы посмотреть, действительно ли... Ну не то, что мы их не перепроверяем, мы просто хотели поучаствовать в этом процессе, посмотреть, как это работает. И мы выезжали и в город Речицу, мы выезжали в город Хойники, смотрели, как ведется эта работа. Они предоставляют нам эту информацию, как бы мы четко видели, какой населенный пункт, с какой периодичностью, и как идет его, скажем так, постепенное очищение. То есть какая была у него плотность загрязнения в 2015 году, в 2010 году и так далее. То есть мы уже, в принципе, можем математически примерно выстроить модель, прогнозирование, какой населенный пункт у нас со временем выйдет из зоны. Жизнь населения этих территорий изменится, для них перестанут действовать льготы, которые предоставлялись ранее. Ну, глобально изменений, их так больших, не будет. Что касаемо тех населенных пунктов, которые вышли из зоны 1.5, по плотности загрязнения по Цезию, это как город Гомель, например, да, для примера. Вот Речица вышла в чистую зону, у них перестанет действовать ряд год в соответствии с законом о соцзащите. У них уйдет бесплатное детское питание, у них уйдет, значит, бесплатное санкор лечение, оздоровление детей, и у них уйдет льгота по беременности родам, это выход 24 недели до родов, да, который прописан в законе соцзащиты. Но опять-таки, если мы берем бесплатное питание, то тоже есть много нюансов. Например, даже с учетом того, что населенный пункт ушел в чистую зону, значит, дети, которые с 1 по 4 класса питаются бесплатно, дети все с 1 по 11 класс, которые проживают в сельских населенных пунктах, они питаются бесплатно. И также останется ряд льгот, такие, например, как дети с многодетных семей, дети-инвалиды, дети, у которых один из родителей инвалид первой, второй группы, социально опасных семей и так далее, то есть там целый перечень есть критериев, которые останется в бесплатном питании в школе. Дмитрий Михайлович, а что касается детского оздоровления? Те населенные пункты, которые у нас вышли из зоны загрязнения, то есть по плотности меньшиного кюрия, вот опять возвращаемся к речице, частично остается бесплатное оздоровление тем детям, которые нуждаются по медицинским заключениям. Ну и часть оздоровления, там детские республиканские здравительные центры и детские лагеря в большей степени датировать государству. Поэтому эта тема частично будет оплачиваться государству. Дмитрий Михайлович, спасибо за информацию. Спасибо.